Сегодня в Кировском аэропорту Победилово не просто путешественники. Первые пассажиры первого рейса в Санкт-Петербург. А у пятиклассницы Ирины Шульгиной еще и первый в жизни полет. До посадки час, до взлета чуть больше, Ирина признается. Волноваться начала еще накануне вечером. Так переживала, что всю ночь ворочалась. Больше всего Ирина пугает момент взлета. Как это будет, даже представить боится. Потому что он так резко взлетает, и я сюда сдрагиваю. От волнения и оговорки вздрагивать в момент полета она будет впервые в жизни, как и ее друзья. Все они воспитанники первой школы-интернаты, и мечта у них сегодня одна на всех. Сначала понять, как это, летать на самолете, а потом увидеть Петербург. Полет до северной столицы – подарок для них от авиакомпании «Ижавия». За то, что хорошо учатся, играют в спектаклях, работают поисковиками. За что ей лично достался такой подарок, Ирина точно знает. Я занимаюсь спортом и веду себя хорошо. А чем занимаешься? Футболом, легкой атлетикой. Защитник у женской сборной школы по футболу в Петербурге не мяч гонять, гулять по северной столице. Занять место у окна, чтобы не упустить ни одной детали, и узнать, наконец, как это, почувствовать ощущение полета. Почувствовала, когда оторвались и поняла, дух захватывает, но совсем не страшно. Теперь и расслабиться можно, и подумать о чем-то другом, кроме полетов. Например, о том, что друзьям расскажет, когда вернется. Сначала мы катились по земле, а потом взлетели резко. А еще, когда сбылась одна мечта, самое время о другой вспомнить. Глядя на облака за бортом, Ирина рассказывает, мечтает стать ветеринаром, и когда вырастет, будет лечить животных. Они добрые, их можно приласкать. Они могут у тебя дома пожить. Вот и сейчас, пока Ирина летает, дома ждет кошка Маша. На ней, правда, медицинские навыки отрабатывать еще не приходилось. Поэтому Ирина больше на игрушках тренируется. Жаль только, с собой ни одной не взяла. Полтора часа в полете пролетели незаметно, и даже приземляться было уже не страшно. Впереди у Ирины два дня в Петербурге. Обязательно погуляют по Невскому проспекту, сходят в кунсткамеру, а еще Ирине на разводные мосты хочется посмотреть.